добрый день сегодня у нас 3 июня находимся на поле где у нас посеяна пшеница азимы здесь у нас большое поле посеяно 5 сортов мудрость сплаченна аранта катруся и основа я все показывать не буду покажу вот тут первый сорт у нас просто самого края мудрость когда было начало цветения тогда разница была как бы видно вот а сейчас она в принципе плюс-минус одинаково выглядит даже мы были вот вчера на этом поле большие очень изменения сегодня уже и выглядит по-другому потому что у нас сегодня уже 33 градуса и очень как бы неприятно для культуры у нас обычное дело когда предподходит дело к на время к наливу у нас или влажность воздуха падает или температуры высокие или все вместе поэтому конечно это нехорошо для данной фазы ну от нас это не зависит я здесь покажу вам просто только мудрость как это выглядит на сегодняшний день вот так вот уже как бы флаговый лист практически закончил свое существование он свернулся вялый вроде как бы зеленый но уже очень печально он даже вчера выглядел получше но вчера и температуры были такие там 24 градуса по моему было днем максимально а сегодня у нас уже 33 и ближайшую неделю рисует всю неделю такие температуры до 34 осадков не было к сожалению это прошлую неделю там с понедельника по четверг там многих прошли осадки может не у многих так кажется когда у тебя нет шут такой фазе находится пшеница не знаю сколько у нас тут времени до уборки молочно-восковая уже конец скажем так молочно-восковой думаешь у недели наверное две-три все будет зависит от дальнейшей погоды так выглядит неплохо напомню норма высева у нас здесь полтора миллиона была при посеве мы давали где и запка никак не запомню название демоний фосфат по моему это 1846 прибалтийская там 50 килограмм потом декабре 100 литров касса разведенного там вдовешки на на 37 единиц это получилось и потом давали здесь марте месяце прогноз у нас показывал дождик мы купили быстренько селитру наняли тут сеялки еще у фермеров и часть поля внесли селками часть поля внесли румом но дождик не пошел сработала то селитра не сработало не знаю дали по 70 килограмм селитры это еще там 23 единицы то есть по итогу должно было быть там 60 ну плюс диамонии там 18 9 ну в общем 60 58 65 единиц должно было быть азот попал он сюда не попал селит рассказать не могу надеюсь что сработало потому что потом были там дождики в апреле уже потому что мартовские дожди мы прозевали потому что после этих осадков зашли но не получилось что в апреле были дожди сработало не сработало сказать не могу так выглядит пшеница на сейчас как бы неплохо очень до вчера даже флаговый листочек выглядел получше сегодня уже конечно он более печальный ну и заедем еще на одно поле там все то же самое только другой сорт у нас на массу октава и предшественник там горох доедем все покажу вот мы находимся на поле где предшественник у нас горох . тоже так выглядит неплохо состояние и приблизительно такое же флаговый лист тоже передает привет сели мы там все с 29 все сорта сели с 29 там по 5 октября вот так как дождь у нас прошел 7 ноября то день посева можно считать 7 ноября поэтому грубо говоря все посеяно в один день получилось все в одинаковых условиях выглядит неплохо пока по крайней мере как будет дальше посмотрим сейчас заедем еще у нас есть одно поле азимовый чменя заедем глянем как выглядит на сегодня азимовый чмень по поводу погоды вот такая у нас погода это у нас на утил вот наверно бы залез бы и дальше уперся там в какой-то изгиб мы на меже такие трещины предшественник горох все поле враг как его черепаху до гороха были покровные культуры так вот залазить то что я смог то сантиметров 30 засунуть но думаю что там поглубь без осадков беда нам плакаться грех у людей еще хуже людей заморозки были поэтому мы рады и тому что у нас есть пока едем до ячменя сделаю небольшое объявление все вы видите что у нас происходит сегодня да и в мире с ценами на пшеницу вообще на зерновые и зерновыми реально в этом году большие проблемы где не вымерзла то там высохла плюс как бы сокращение площадей посева тоже было везде и у нас в том числе сами это тоже видеть поэтому я думаю что сегодняшние цены это далеко не предел в уборку скорее всего опустят нас на тыщенку на полторы потом ценник будет все равно другой поэтому собираюсь побарыжить и предлагаю вам как бы продажи семена пшеницы и зимович меня 23 года есть уже готовые сорта почищены упакованные в бигбеге сертифицированы есть которая лежит еще в мешках на хранении но это мы до конца июня месяца должны почистить и все расфасовать ну то что в поле то что в поле то будет конечно чуть чуть попозже сейчас продается только то что как бы есть наличие то что стоит в складе почищенное фасованное то что лежит в рукаве ценник в прайсе прайс у нас на сайте сайте проложу в описании посмотрите то есть я думаю что это на сегодняшний день это хорошее предложение а дальше естественно цены будем уже корректировать по обстановке какие цены будут на товарную пшеницу будет на товарку цена сохраняться 10 плюс соответственно и цена на семена будет 15 плюс так что исходите из этого соответственно если кто то что сразу как бы вопрос по потравке потому что немножко тут уже продали пшеницы сечменем сейчас будем протравливаться и отгружаться так что предлагаю вам на сегодняшний день сэкономить если у кого конечно есть деньги соответственно как бы обменный фонд тоже есть все есть в прайсе на сайте да там чтобы было понятно там где ну просто название без ничего это то что уже расфасона в биг-беге стоит там где звездочка возле названия 1 это то что у нас лежит в рукаве и будет почищена до 30 до 30 июня а там где две звездочки это то что в поле и будет с уборки все удачи нахожусь на поле азимович меня сорт здесь казанова предшественник здесь у нас азимы рапс посеян у нас 5 октября припасею 50 килограмм то диамония забываем 7 короче 18 46 и потом в декабре вносили 100 литров касса там разбавлено больше ничего здесь не было из питания защита у нас здесь внутри бенурон с флоросуламом не помню как называется он аналог бомбы когда-то августовской и давали авиатор один раз 06 уже грубо говоря перед выходом голоса мы опаздывали но раньше просто не было смысла его вносить вот так выглядит выглядит неплохо сейчас выберу где который по суше не знаю может вот этот начало восковой спелости даже уже можно сказать восковая я ломал разные у всех по-разному принципе уже не как-то так-то восковая я думаю тут не 10 и надо будет заходить убирать здесь у нас рядом еще яровой ячмень с подсевом вики выглядит он уже вот так тоже выглядит неплохо но посеян у нас поздно гущение есть все она находится в нижнем ярусе вряд ли от него будет польза но посмотрим ну так тоже неплохо получше чем у нас было в прошлом году но это будет отдельное видео тут яровой ячмень с викой и овес с викой через пару-тройку дней сделаю покажу как это выглядит все всем удачи здоровья берегите себя берегите своих близких всем хорошей погоды хорошего урожая хорошей цены а ну Продолжение следует...